всем привет народ с вами варчик продолжаем разбираться как на различных картах играть в этот раз будем рассматривать карту руинберг легендарная карта поскольку она была и руинберг в огне и руинберг в снегу но последнее время руинберг в дисбалансе и так существует на этой карте довольно таки старая тактика и она до сих пор работает и работает ничуть не хуже а может даже лучше чем раньше поскольку позиция максимально приятная удобная с возможностью разыгрывать дальнейшие атаки чтобы наращивать темп и набивать кучу урона но играется эта тактика не всегда вот мы играем на руинберге с верхнего респа в бою у нас две артиллерии мало быстрых танков что очень важно поскольку если много быстрых танков особенно взводные какие-нибудь из тэшки то скорее всего сюда заехать будет сложно и лучше не рисковать а вот если в бою есть арта и мало быстрых танков можно поехать в середину карты поджаться под противоположную сторону улицы здесь в разваленном доме очень хорошо можно спрятаться от арты и неплохо поиграть от крепкой башни если она у вас конечно же есть на моем в 55 такая имеется и мне было очень удобно играть весь бой отсюда можно разваливать чуваков на зелени которые там играют от башни поджимаются под дома и стоят за кучками мусора и можно наваливать в башне чем я в принципе в начале боя и занимался также можно легко простреливать в середину города если кто-то там проезжает и хочет поджаться под наших союзников мы спокойно можем накидывать в бочину и спину но очень важно чтобы были союзники на зелени и желательно много поскольку враги могут попросту бороться на нас и задавить кучей и если враги будут на нас упарываться союзники зелени будут нам очень кстати они могут нам помочь выжить и пока враги будут на нас упарываться они очень много за это заплатит и И возможно мы выживем и получим из этого очень большое преимущество. В этом бою на меня никто не упарывался, поскольку быстрых танков практически нет. Их буквально по пальцам пересчитать можно. Только поэтому я сюда и поехал. Поскольку было вообще не страшно. После того как мы постреляли на зелень, постреляли в центр и заняться практически особо больше нечем. Мы спокойно можем дальше ехать в середину города. Там нас ждет еще одна замечательная кучка мусора, от которой снова мы можем поиграть от башни. Разваливаем всех, кто там подставляется. Делать это очень легко, играя от башни. И если враги позволяют, можно даже переехать улицу, для того чтобы возле фонтана на углу дома разваливать врагов. Там тоже очень удобная кучка мусора, от которой тоже можно поубивать всех. Играть очень удобно здесь. От крепкой башни можно бесплатно всех убивать. Единственное, что на нас могут упороться. Поэтому нужно подбирать правильный момент, когда сюда ехать. В каком бою лучше это пробовать, а в каком лучше не пробовать вообще. Самое главное определить в начале боя, насколько опасно сюда ехать. Поскольку можно просто слиться с нулем в самом начале. Если вам позбивают катки, вы просто никуда не доедете. А вам обязательно нужно доехать под противоположную сторону. Поскольку только там вы будете в безопасности. Если арты нет, или много быстрых танков, то скорее всего я бы поехал разыгрывать обычную позиционку. И спокойненько играл бы от башенки против вражеских тяжей. Но оценив сетап, в начале боя я понял, что опасность очень низкая. Поэтому можно рискнуть. Поэтому старая тактика еще работает. С вами был Варчик. Карать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok